Героями нашего сегодняшнего сюжета из цикла портретов об участниках конкурса «Свадьба года» стали Анна и Дмитрий Лопытько. Супруги вместе уже четыре года. Познакомили пару общие друзья. Какое-то время мы общались, просто переписываясь, и уже потом встретились. Я работал на мероприятии, она приехала за мной после мероприятия, и вот у нас было такое первое свидание, когда не мужчина с рулем на своей машине, а наоборот приезжает девушка на своей машине и катает мужчину по городу ночному. Решение пожениться наших героев приняли совместно, но без предложения Анна не осталась. Красивое кольцо девушка получила 14 февраля. Праздник День влюбленных, он сам за себя говорит, что утром каждый делает подарки, помимо того, что это День влюбленных, еще мой день рождения. То есть сначала она сделала мне свой подарок, и потом уже сделал я. На что получил, как видите, положительный ответ. Наши сегодняшние герои со свадьбами знакомы не понаслышке. Дмитрий работает ведущим праздников, а Анна очень часто ходит на мероприятия вместе с мужем. Поэтому, как признается пара, от пышных торжеств они немного устали и решили создать на своем празднике уютную семейную атмосферу. У нас она получилась очень душевная, открытая, ну вот такая, которую мы хотели. Сначала Дмитрий и Анна хотели использовать в оформлении свадьбы модный в 2015 году цвет марсала. Однако позже отказались от него в пользу уютного и домашнего эко-стиля. Всю свадьбу наши герои организовывали самостоятельно. На Интаре я бегал, собирал ящики деревянные, потом мы их красили. То есть в парке Гагарина собирали шишки и мне оформляли выездную регистрацию. У друзей заказывали флористику, то есть опять же, да, под стиль. Ну и такие же у нас были декоры, которые сейчас можно увидеть у нас на кухне стоят. Все вазы остались от свадьбы, то есть оформления. Вот здесь у нас. Да, буквы, которые издали нас, да, наши ребята просили, самое главное, не перепутать буквы вверх ногами, а то бы интересное слово получилось. Поэтому все как-то было легко, непринужденно. Мы всем показали, что помимо того, что можно все организовать самому, если есть как бы воображение, представление, что ты делаешь. 15 июля наши герои отметили свою первую годовщину свадьбы. За этот год отношения в паре только окрепли. Да и в целом, как признаются Анна и Дмитрий, друг в друге они нашли не просто свою вторую половинку, но и настоящего товарища, который всегда поймет и поддержит. Стабильность и уверенность в том, что есть человек, с которым ты рука в руку пройдешь всю жизнь, который будет поддерживать тебя в любой ситуации. Это радость, горе, неважно, в любой ситуации. Ну и, наверное, самое главное, это когда ты находишь именно свою вторую половину, которая, ну помимо там чувства привязанности, любви и так далее, ты находишь нечего настоящего лучшего друга, с которым ты можешь разделить и счастье, и горе, и какую-то удачу, и неудачу. Без денежья, денежья, да, поэтому вот, наверное, вот для меня это и есть момент, что я нашелся лучшего друга. Принять участие в конкурсе «Свадьба года» пару подтолкнуло желание поделиться воспоминаниями о своем торжестве с другими, а также показать, что организовывать свадьбу можно самостоятельно. Главное верить в свои силы, и результат обязательно не разочарует. Проголосовать за пару можно будет на сайте ДК имени Кирова с 15 августа. А свадебный ролик семьи Лопытька смотрите сразу после итогового выпуска новостей. Продолжение следует...